Который находится на территории Владимирской области, входит в торгово-промышленный комплекс, в облик среди Росклимат. Они, начиная с 2015 года, являются членами нашей ассоциации. Еще застали постановление 831, кто-то помнит, когда возмещали 2 трети процентов по кредитам. Зашли вот в эту программу, когда еще были 500 миллионов по 2 года, успели там поучаствовать. Мы создали уже у себя на базе своих же резидентов промышленный пластер межрегиональный, в рамках которого тоже резиденты имеют возможность получать различные рода меры поддержки. Ну и еще и вошли в состав созданной ими вместе с Владимирской областью особой экономической зоны, где тоже часть из тех резидентов, которые есть, накрыли трех режимов. У меня вопрос к Дмитрию Кожемеякину, начальник отдела планирования инвестиционной деятельности и меры поддержки. Дмитрий Ильич, вот всем сидящим в зале, ну большинству, по крайней мере точно, нам будет интересно, как вся вот эта комбинация меры поддержки была вами реализована, какой период. Ну и знаю, что есть еще планы на использование меры поддержки, о которых сегодня Дмитрий Игоревич говорил. Пожалуйста, поделитесь. Информация, она действительно, с точки зрения практики, для всех нас будет полезна. Михаил Игоревич, спасибо большое за предоставленное слово. Я сегодня в рамках своего выступления постараюсь рассказать и показать, что такое Владимирская матрошка, потому что Татарскую матрошку мы с вами видели на предыдущей стесе. И расскажу о том, каких результатов нам это позволяет добиваться. Следующий слайд, пожалуйста. Центральным элементом в планировании концепции привлечения к государственной поддержке для нас является технопарк. Технопарк у нас работает с 2014 года. Технопарк частный, целиком полностью. На сегодняшний день у нас 12 резидентов. Площадь помещений, которую мы готовы предоставить в аренду, превышает 147 тысяч квадратных метров. Имеется вся необходимая коммунальная инфраструктура. В 2022 году мы аккредитировали технопарк в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации. В настоящее время заканчиваем строительство многофункционального корпуса на 38 тысяч квадратных метров. И думаю, что в первом квартале 25-го, во втором квартале 26-го, примерно в этом периоде, закончено строительство еще одного логитического центра. Следующий слайд. Здесь вы видите количество резидентов. У нас так называемых якорных резидентов три. Это компания Royal Thermo, крупный производитель элементов оборудования, радиаторов отопления, полотенцесушителей. Компания из ДТ, Ижевский завод тепловой техники. И компания Вентлингсмаш, которая специализируется на производстве вентиляционного воорудования. И уже под эти три компании у нас есть биннес-инкубатор, как раз построенный в рамках проекта «Малое среднее предпринимательство», который обеспечивает комплектующим и сырьем вот эти три крупных завода. На сегодняшний день у нас выручка предприятия превышает 22 миллиарда. На территории технопарка Туртица более 2800 человек. Кстати, приятно сказать, что сам посетитель город Тижачин абсолютно небольшой. Можно с уверенностью сказать, что технопарк является градообразующим предприятием для города. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь у нас показана экономика. Экономика резидентов технопарка. Как вы можете убедиться, по всем основным метрикам у нас рост. Рост существенный. Если говорить про налоги, то в 2023 году мы в консолидированный бюджет выплатили более 2-3 миллиардов рублей. Отдельно по Владимирской области это показатель составил 1,1 миллиарда. Числость сотрудников превысила 2800. И отдельно хочу остановиться на таком показателе, как рост средней заработной платы сотрудников. Вы можете увидеть, что 111% за 5 лет, и вроде бы это не очень много, но мы уже видим по полугодию 2024-го рост еще от 24% показателем 23-го года. То есть мы понимаем сегодня, что одной зарплатой уже сотрудников не заманить. Следующий слайд, пожалуйста. На этом слайде показана наша амбиция. Амбиция к 28-му году. Как вы видите, объект довольно большой. Развивается он этапами, очередями. В первую очередь мы закончили в 2015 году. Это как раз управляющая компания. И те самые три якорных резидента, о которых я уже сказал. Вторая очередь была построена нами в рамках нацпроекта МСП. Мы по 316-му постановлению прошли и создали такой бизнес-инкубатор у себя. Сейчас завершаем строительство третьей очереди. Это МФК и логистический центр, они очень желтым цветом. Ну и к 28-му году мы планируем закончить строительство еще одного корпуса. Следующий слайд. Здесь мы постарались собрать все инструменты и меры господдержки, которые используем в Кежеве, в Владимирской области. На сегодняшний день у нас... Почему удобно обучать бизнес-модель, когда у нас есть и индустриальная площадка, и бизнес-модель? Да потому что это позволяет реально разделить девелопмент и строительство. Таким образом у нас получается, что резиденты идут одной дорожкой, а управляющая компания идет своим видом. При том, что и один, и второй вид, и за них, в общем-то, самодостаточные, и окупаемые рентабельные. На сегодняшний день у нас три резидента получили за МФРП. Сумма превысила 1,6 млрд. Мы также используем для своих предприятий льготные кредиты по программе МСП на Е1764, сдвоенные с поиска 816 млн. В рамках обязательств по нацпроекту, по площадям бизнес-инкубаторов, у нас есть требования, и управляющая компания предоставляет скидку на арендумную площадь. В этом бизнес-инкубаторе на сегодняшний день площадь для квадратных метров составляет 270 рублей. И три компании у нас являются участниками 12 проектов производительности труда, которые реализуются совместно с региональным центром компетенции. Если говорить отдельно про технопарк, то, как правильно возразумевает Михаил Александрович, мы получатели субсидий по 831-му постановлению, смогли компенсировать 45 млн. на первую очередь, получили 470 млн. субсидий на строительство бизнес-инкубаторов в вторую очередь. Расходы, которые мы несем сейчас на строительство многофункционального корпуса, мы планируем обратиться за компенсацией, наверное, через год-два. Сейчас мы прорабатываем Швадзимовскую область, чью нормативку, потому что, как вы знаете, это компенсация не инвестору, а региону, сумму практически депонационных расходов. Ну и по региональной нормативке мы смогли компенсировать еще и... Не компенсировать, а сэкономить 37 млн. по ремонту налога на прибыль. В конце 2022 года территория Технопаркова вошла в состав особой экономической зоны. За полтора года статус субсидента особой экономической зоны получили 5 компаний. Объем инвестиций оцениваем в 3,1 млрд. Сейчас в работе еще один проект по производству анализованных баков, так называемых водогреек, на сумму 1,4 млрд. рублей. Хочу отметить, что ведется работа уже по новым требованиям Минэкономразвития. Очень большое внимание уделяется инфраструктуре, где будет проект реализован. И здесь в этом смысле нам, конечно, очень сильно помогают те документы, наработки, которые у нас были при аккредитации Технопарковки, потому что мы можем использовать, по сути, эти же самые документы, показывая в региональной министерстве, говоря о том, что у нас есть все необходимые посвечения, допуски и разрешения. Следующий слайд проходит. С этого года у нас появился второй Технопарк на территории Удмуртии. Здесь уже немного другая концепция. Реализован был проект по типу Глинфу. На сегодняшний день у нас 4 резидента, площадь помещений 18 тысяч, превышает 18 тысяч квадратных метров. Из объектов инфраструктуры это Центр обработки данных, Конгрессно-выселочный зал и лаборатория. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь как раз отражены 4 резидента. Компания ПМК, ИЗТТ «Сарапу», «Сириус» и «Национальная глядная система». По 2023 году объем выручки превысил 200 миллионов рублей. 300 человек уже крутится на территории Технопарка. И вот когда перед нами встал вопрос, было это, наверное, месяцев 9-12 назад, о том, по какому же пути нам идти и компенсировать расходы, у нас было три варианта. Потому что «Сарапу» — это моногород, технопарк частный, и таким образом нам пришлось выбирать. Изначально мы планировали пойти по программе 17.04 — компенсация расходов. Это когда за счет имеющейся долгой перед Федерацией регион готов компенсировать на момент сразу какую-то сумму. Был вариант 13.25, но схема не рабочая, потому что не требовала большого софинансирования со стороны региона. Михаил Ильич, вот по этому случаю я хочу поблагодарить ассоциацию. Узнаю, что по вашей инициативе в нормативную акцию вынесены изменения, они уже закреплены, и этот уровень существенно сократился. Здесь спасибо Миром Торкову за то, что они идут навстречу себя на наших инициативах. Но, к сожалению, для нас это уже было несколько запоздалое решение, и мы выбрали здесь всегда путь по 11.19. Собственно говоря, знаем, что сейчас проходит отбор фидеральностей. Мы планируем от Мурской республики заявляться в этом году на субсидию, готовим пакет документов. Отдельно хочу сказать, что так же, как и особая экономическая зона во Владимире, у нас в Сарапове действует ТАСЭ. Это значит, что так же есть фискальное послабление для новых резидентов. Это четыре компании. Ну и плюс ко всему мы сейчас могли прикрутить один займ ФРП для компании ТТ Сарапова на 94 млн рублей. Что вы считаете? Но это займ на резиденту непосредственно. Да, потому что займа ФРП на строительство не будет. Это только оборудование. Получается, у вас все, что вы перечислилили, в основном, это субсидии и меры поддержки на управляющие компании ПАРК. А вот конкретно займ ФРП на ваших резидентов. И то, наверное, о чем вы хотите говорить, по кластерам, это тоже меры поддержки для непосредственно производственных компаний резидентов ПАРК. Все так. В 2021 году мы создали специализированную организацию Кластера. В нее вошли семь компаний. В 2022 году, еще по старым требованиям, мы смогли аккредитовать Кластер впервые. В 2023 прошли аккредитацию повторно уже по новым требованиям. Как вы знаете, тогда эти требования были очень существенно упрощены, так как не было необходимости продавать слишком большого пакета документов, и стало только все самое необходимое. Ну и если говорить о каких-то измеримых показателях, то объем инвестиций у нас за два года вырос в пять раз, рабочие места на семь процентов выросли, налоги на тридцать восемь. Объем окруженных продукций участников Кластера превысил. Приближается к двукратному размеру. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь мы постараемся изобретать функциональную зависимость. То есть, как я уже говорил раньше, у нас есть три крупных завода. Здесь на сзади их немного больше. Это Royal Thermo, это ИСЦТ и завод ВКО с инвестиционным оборудованием. Под них, под требования этих трех компаний, у нас есть компания поменьше, которая производит сырье, комплектующие, кто-то даже делает агрегаты, и поставляет в количественном счете уже крупным игрокам, крупному бизнесу, ядерным резидентам. Следующий слайд. Здесь мы постараемся изразить те импортозамечающие проекты, которые у нас проходят в рамках клашеров. Как вы можете видеть, таких проектов у нас пять. Это производство медно-алюминиевых теплоотменников, мультипольных конвекторов, стальных небелей, зарядные станции, водонагреватели. Четыре из этих пяти компаний являются резидентами особой экономической зоны. По всем по ним уже получен статус резидента. Какие-то проекты в более продвинутой стадии, каким-то мы только сейчас поступаемся, но никаких сомнений в том, что эта амбиция будет выполнена, у нас нет. Следующий слайд. Здесь, в конкретном примере компании XLMet, мы постарались показать, как это может выглядеть на территории Владимирской области. У нас компания одновременно является резидентом технопарка, резидентом особой экономической зоны и участником кластеров. При этом для компании на покупку первой линии мы смогли получить в прошлом году льготный кредит в программе 1764, на первую линию это 93 млн. рублей, льготный заем по программе ФРФ на 126 млн. и готовимся отгружать билотную партию. Как вы можете обратить внимание, это применимо для компании, которая находится на стадии роста, то есть еще не сформировавшейся в полной мере. Следующий слайд. А теперь я бы хотел рассказать, как это выглядит. На самом деле структура очень похожая, за тем лишь исключением, что теперь у нас компания очень крупная, она уже реализует нацпроект производительность труда. Это дает нам основания участвовать в региональном отборе по инвестиции налогов на прибыль. Так как компания функционирует уже достаточно давно, есть налогооблагаемая база, которая помогает прибыль за честь. И плюс ко всему, так как участник кластера является компанией, еще и приобретателем инвестиционной партии. Следующий слайд, пожалуйста. Экономия, которая у нас есть, она не оседает в виде дивидендов наших собственников. Мы стараемся развивать сами и развивать те территории, на которых находимся. В октябре 2023 года мы ввели жилой комплекс апартаментов «Гринлайн» на 100 мест. Уже сейчас запущено строительство нового жилого дома «Грагали» на 100 квартир. Проектируем коттеджный поселок с индивидуальными красотными домами. Отдельно хочу сказать, что мы смогли привлечь инфраструктурный бюджетный кредит, о котором мы сегодня уже говорили. Другой вопрос, что инфраструктурный бюджетный визит не применим в рамках частного технопанка, потому что это все-таки собственность должна быть государственная. Но мы таким образом смогли профинансировать реконструкцию строительских дорог в Кижаче, что тоже немаловажно. Следующий слайд. Это все наша социальная повестка. Запускаем ФОКи, школа единоборств. Разработана поезда для ФОКа «Торпеда». В 1923 году закончили строить гаражный бокс для новой городской больницы. Следующий слайд, пожалуйста. И заканчивая свое выступление, хочу сказать, что есть еще отдельное направление, связанное с экологией. Здесь на слайде приведены наиболее значимые расходы, которые несет холдинг, которые несет управляющая компания для развития территории. На этом хотел бы закончить. Если будут у кого-то вопросы, готов на них ответить. Большое удовольствие. Спасибо большое. Хороший пример такого комплексного развития проекта. В 2015 году это было, знаете, старое издание завода «Автосвет». Куда было страшно заходить, а вот сейчас, видите, уже интересная инфраструктура. Даже социально развивается. Дороги строятся. В Божьем Киржа действительно вам не...